Ну а в нашей студии уже есть гость, и я хочу его представить. Это Константин Бахарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Доброе утро. Доброе утро. Ну я знаю, что вы уже говорили сегодня на тему 44-го закона и его отмены. И давайте продолжим эту тему. Скажите, пожалуйста, чем это чревато для нас? Знаете, продолжая тему вашего сюжета, который сейчас был, я сказал, что посмотреть можно на три вещи. На огонь, на воду и на то, как торгуют по 44-му ФСЗ. Ну и правда, у меня антонология возникала в голове, потому что эти процедуры, они, конечно, очень нам замедляют процесс реализации всех наших программ. Не только федеральные целевые программы, но и наших отраслевых программ, которые реализуются в Крыму. Ну, в качестве примера могу привести программу по здравоохранению. Мы выделили, Государственная Дума утверждает проект федерального бюджета на три года, выделила более 20 миллиардов Крыму на отрасль здравоохранение. Это более 8 миллиардов в год. Мы хотим за три года завершить процесс лицензирования наших медицинских организаций, то есть их доведение до федеральных норм и стандартов. Это огромное количество медицинских организаций, потому что в это число входит и первичная сеть. Это сельский, фельдшерский, акушерский пункт, амбулатория, станция скорой помощи и так далее. Это сотни объектов, которые нужно либо построить, либо капитально отремонтировать. И вот то, что касается процедур, то это именно тот случай, когда мы упираемся в процесс и тормозим реализацию и ввод в эксплуатацию этих объектов. Поэтому, чтобы все это ускорить, мы вводим новый упрощенный порядок для Крыма. Наряду с 44-м федеральным законом о государственной муниципальной закупке будет действовать и особый порядок, который, кстати говоря, в Крыму действовал с 2014 по 2016 год. Потом отменяли, да? Потом мы его отменили, да, перешли вместе со всей страной на рельсы 44-го федерального закона. Но сейчас хотим вернуться, потому что мы, просто имея вот такой объем задач, который сегодня стоит перед нами, и такие сжатые сроки, мы просто в эти процедуры просто не вмещаемся. Они нас тормозят, понимаете? Поэтому, с учетом того количества недостроев, которые стоят у нас, да. Ну, мы сами видим все, да. Это видят крымчане, да, и, конечно, они к этому относятся крайне негативно, мы этот негатив весь получаем, и когда мы начинаем говорить про процедуры, то люди рассуждают очень просто. Вам мешают процедуры? Меняйте процедуры. Мы сейчас фактически это и делаем, потому что, если посмотреть на ситуацию глазами людей, то это выглядит так. Для них проблема не решается, когда Госдума выделяет деньги, допустим, Крыму, да, или когда даже эти деньги поступают в Крым, там, на счета главных распорядителей бюджетных средств, на случай Минздрава, там, когда торги, когда там подрядчику, нет. Вот вчера я перевезал красную ленточку в селе Новоандреевка, Симферопольского района, мы открыли новую модульную станцию скорой помощи. И теперь для жителей Новоандреевки и близлежащих сел, там, Журавлевка, Широкая и так далее, проблема решена. Они получили новый объект, где они смогут неотложную помощь получать качественно в соответствии с современными нормами и стандартами. Симферопольский район, не так далеко от города, от столицы. Вот, вот для них в этот момент проблема решена, но не раньше. А если мы увязаем в торгах там на месяцы и годы, даже у нас появляются переходящие объекты, которые мы в течение календарного года не успеваем достроить, и он переходит на следующий год. А есть недострои, которые стоят у нас годами. У меня, например, детские садики в Керчи недостроены, в том же Симферопольском районе село Трудовое, в поселке Советский, в поселке Амурское, село Амурское Красногвардейского района. Поверьте, людям очень трудно объяснять, почему мы не можем достроить эти объекты. Поэтому мы вышли на правительство Российской Федерации вот с этим предложением. Была дискуссия определенно, не скрою, точку этой дискуссии поставил президент в январе этого года, когда в Ялте проводил совещание по вопросу муциально-экономического развития Крыма. И глава республики дал нам поручение депутатам, представляющим Крым в Государственной Думе. Мы подготовили проект федерального закона. На прошлой неделе мы его приняли в первом чтении. И на следующей неделе мы планируем принять его во втором и в третьем окончательном чтении. Итак, насколько я понимаю, теперь строительство таких социально важных объектов на территории полуострова будет продвигаться быстрее. На это хотелось бы надеяться. Не только строительство, я сразу поправлю. Речь идет и о проектировании, речь идет и о капитальных ремонтах, о реконструкции и не только социальных объектов. Например, дорожное строительство. Дороги тоже входят, это отдельное направление, важное направление нашей работы. Дороги тоже сюда входят и целый ряд других направлений. И благоустройство территории, например, мы все хотим, чтобы у нас были благоустроены города, села. Мы много видим, много делается, набережные, наши парки, скверы и так далее. Не только в столице, но и в городах и районах. Это тоже будет у нас на эти виды работ, тоже будет распространяться новый упрощенный порядок. Да, с расчета он на все сферы, конечно, влиял. Практически, да, практически все. Это, конечно, огромный плюс. Скажите, может быть, есть какие-то еще преимущества в связи с отменой 44 ФЗ? Ну вот, допустим, чтобы мы наглядно людям объяснили, что изменится. Они же как слышат, да, в основном все мы знаем, что, допустим, на строительство того или иного объекта, дороги еще что-то, выделили определенную сумму денег. Вроде деньги выделили, а объекты не достроили. И как раз таки вот теперь мы с этим дополнением к закону, мы сможем упростить процедуры или каким образом это будет работать? Ускорить. И убрать вот этот критерий, который сегодня является ключевым. Критерий низкой цены, понимаете? Сегодня фирма, неважно откуда, вот если взять реальные случаи, например, из Оренбурга, из республики Сахая-Кутия, очень Дальнего Востока, заявляет низкую цену, падает, ну, говорят такими уже сленговыми выражениями, падает в цене на вдвое, например. Более того, у меня есть случаи на 75% падения цены. Ну, ее же подключают, да. Ничего себе. И это является решающим фактором при определении победителя в конкурсе. А то, что у этой фирмы нет истории в Крыму абсолютно, она у нас не работала. То, что непонятно каким образом, упав два раза по сравнению с начальной ценой контракта, ей нужно сюда доставить... Специфик в регион опять же. Производственные мощности свои, трудовые ресурсы и так далее. Как все это будет делать, это абсолютно непонятно. Какое качество будет, самое главное, качество работы этих будет, да. Если, условно говоря, это дорога, то что там туда нальют? Смолу вместо асфальта за эти деньги? То есть мы не снимаем задачу экономии бюджетных средств в процессе осуществления государственных муниципальных закупок. Это важная задача. Но ставить лишь только стоимость во главу угла мы не можем. А 44-й он построен как бы вокруг того, чтобы... Ну, тендер обычно проводится, да. Кто предложил более низкую цену, в 99% случаев становится победителем. Мы же хотим, чтобы на ряду с этим фактором учитывались такие факторы, как наличие у компании-поставщика услуг, у подрядчика потенциального, ресурсной базы. Истории. И если, не дай бог, он включен в реестр недобросовестных подрядчиков, то вообще им нельзя отдавать государственные муниципальные контракты. Потому что сколько подрядчиков сегодня правоохранители разыскивают на материке? Они хапнули аванс и исчезли. Все уголовное дело, и мы там в судах, допустим, но у нас же цель федеральной целевой программы не выиграть суд. У нас цель сдать объект людям, ввести его к эксплуатации. Поэтому она потому и называется целевой, что у нее есть цель в конечном итоге. Наша цель это реализация всех тех программ, проектов, которые намечены во всех сферах. А как проводится сейчас тогда тендер эти все? Будет принят отдельный порядок, наш республиканский порядок. Для Севастополя у них будет свой. У нас один будет принят, два субъекта. Но процедура, естественно, будет проводиться в Севастополе и у нас в Крыму свои. Порядок будет единый. И в соответствии с этим порядком там будет прописана процедура. Единственное условие, мы говорили, что этот порядок должен утвердить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Мы подразумеваем, что это будет Министерство финансово-Российской Федерации. Все, что касается всего остального, то казначейское сопровождение будет осуществляться так же точно, как оно осуществляется сегодня. Потому что это те же бюджетные деньги. Просто намного проще будет и быстрее проводить сами процедуры. Понимаете, мы сокращаем время. Вот в нашем случае, это ключевой фактор. И главное, следите же еще и за качеством. Ну, теперь просто можно быть у того подранщика, который хотя бы с историей знаком региона. Конечно, будет проще намного это делать, потому что рычаги все будут у нас здесь, в Крыму. Вот же в чем будет речь. То есть мы это все делаем, по большому счету, даже, наверное, не в интересах чиновникам, потому что им будет проще работать, конечно. Но в первую очередь в интересах людей, потому что люди увидят, что объекты начнут быстрее возводиться, быстрее вводиться в эксплуатацию. Это ключевое, чего мы хотим добиться. Вот пока мы на три года вводим этот особый порядок до 31 декабря 2022 года. А дальше, с учетом анализа ситуации, посмотрим, чего нам удалось добиться, мы посмотрим, может быть, и продлим. Что ж, новость отличная. Константин Михайлович, вам огромное спасибо за то, что это утро встречаете в нашей компании. Но нашим телезрителям, напоминаю, в гостях у нас был Константин Бахарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Но наш эфир продолжается, и прямо сейчас давайте посмотрим следующий репортаж. Субтитры создавал DimaTorzok